Для удобства граждан. В службе «Одно окно» нововведение. Его заявление будет перенаправлено по компетенции. Какие обращения в тренде? Распутная жизнь. Бавруйские оперативники накрыли порностудию. Сколько стоило горячее видео? Культурное сотрудничество. С 4 октября в городе гастролирует брянский тюз. Нас связывает многолетняя такая верная, благотворная дружба. Где смотреть афишу? А также встреча на уровне и курс на плюс. На смену жаркому сентябрю пришел знойный октябрь. Как можно согреться наверняка? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Ближе к людям. В службу «Одно окно» Бавруйского госполкома за 8 месяцев обратилось около 14 тысяч граждан. Подано более 8 тысяч заявлений. Среди самых частых назначение пособий, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрация договоров найма, реконструкция жилых домов. С 1 сентября в службах «Одно окно» принимаются заявления по 219 административным процедурам, из них 146 в отношении граждан и 73 к субъектам хозяйствования. Особой популярностью пользуется подача заявлений по экстерриториальному принципу. Он заключается в том, что гражданин, либо юридическое лицо, может обратиться в любую службу «Одно окно» по своему желанию, независимо от подведомственности административной процедуры. Например, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданин мог получить ее ранее только в службе «Одно окно» Бавруйского городского исполнительного комитета. На сегодняшний день, находясь в другом населенном пункте, он может обратиться в любую службу «Одно окно», его заявление будет перенаправлено по компетенции и процедура будет осуществлена, направлено решение по почте, либо он может его получить самостоятельно. «Одно окно» – это не только экономия времени, но и удобная форма получения решения, справки или иного документа. Голь на выдумку хитра. 23-летняя Брещанка основала студию по продаже интимного контента. Задержали нескромную девушку сотрудники в сфере нравов УВД Бавруйского горисполкома. Предприимчивая дама выступала в роли автора, режиссера, оператора и актрисы. С начала года фигурантка снимала интимные фото и видео со своим участием, которые затем за денежное вознаграждение распространяла через мессенджеры. Стоимость варьировалась от 10 до 45 рублей. В смартфоне подозреваемой обнаружен архив соответствующего содержания. Гаджет изъят, покупатели интимных материалов установлены. Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порно. Труд, упорство и преданность – ключ к будущей профессии. От их работы во многом зависит имидж государства, укрепление национальной безопасности и расширение международного сотрудничества. Эти и многие другие вопросы были затронуты во время встречи учащихся профильных классов 35-й школы с руководством Могилевской таможни и Бобруйского поста в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина». Гости рассказали ребятам об истории службы, трудовых буднях, интересных фактах, технических средствах и о том, как стать частью большого дела. Ребята задавали очень грамотные вопросы, что касается и деятельности таможенных органов, и направлений деятельности, и как работают подразделения, начиная от контрабанды, от таможенной расследования, таможенной стоимости. На мероприятии подписали план сотрудничества, и в течение года будем посещать учреждения образования и информировать ребят о деятельности таможенных органов. Мне встреча очень понравилась, на многие вопросы ответили уже, как происходит работа в таможне, какие трудности сталкиваются таможенники Республики Беларусь, и в целом очень увлекательно было. Я узнала о учреждениях образования, в которые можно поступить на эту профессию, какие предметы нужно сдавать. Особое внимание сейчас будет уделено иностранным языкам, обществоведению и русскому языку. Такие встречи, которые проходили и будут проходить на регулярной основе, помогут старшеклассникам подойти к выбору будущей профессии максимально осознанно. С ароматом корицы. Еще несколько дней назад сентябрь радовал бобруйчан теплой солнечной погодой. Стоило следующему месяцу вступить в свои законные права, столбик термометра стремительно пополз вниз. Как справиться с осенней прохладой, знает Юлия Вернер. Коварный градус. Низкие температуры подкрались незаметно. Бобруйчане утеплились, улицы пестрят модными куртками и пальто. Однако в жилфонде пока не стартовал отопительный сезон. Чтобы согреться, можно приобрести специальное устройство. Горячие ценники позволят выбрать агрегат на любой вкус и цвет. Люди берут тепловентиляторы для дома, для помещения, кабинеты. То есть они обогревают до 10-20 квадратных метров, тем самым сжигая воздух. По красному же обогревателю он не сушит, не сжигает кислород. Тем самым тоже поддерживает теплоту в помещении. Безопасность на первом месте. Чтобы в целости и сохранности остались не только имущество, но и жизнь, спасатели настоятельно призывают соблюдать простые правила. «Использовать обогреватели пустового и незаводского изготовления крайне опасно. Не сушите на обогревателях вещи и, уходя, выключайте обогреватели из сети, впрочем, как и все остальные электроприборы. Если в ваших домах ещё эксплуатируются печки, помните, что крайне опасно их перекаливать и оставлять печи без присмотра. Берегите себя и своё имущество». В продолжение темы. За природным теплом в горы райтопсбыт. Цена по карману каждому владельцу своего дома. Куб древесины обойдётся в 9 рублей 23 копейки. Тонна торфбрикета – чуть больше 29. На начало месяца реализовано 2000 тонн твёрдого топлива и 5800 кубов дров. «В настоящее время идёт активная подготовка населения к отопительному сезону. Наблюдается рост спроса на твёрдые виды топлива». Октябрь не всегда время простуд и холодов. Это ещё какао, стильные луки, природный фотофон. «Неожиданно наступили холода, поэтому завариваем тёплые чайки, достали тёплую одежду. Несколько дней только холодно, так пока ещё терпимо. Девашь теплее, просто и горячие напитки пьём всегда». В ожидании жара батарей. Согласно новым нормам, в жилфонд тепло придёт, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать плюс 8 градусов три дня подряд. А пока самое время сделать ароматный напиток, укутаться в плед и сказать октябрю «Добро пожаловать». Юлия Вернер, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Занавес поднимается. В рамках меморандума о культурном сотрудничестве Брянской и Могилёвской областей 4 и 5 октября в Бобруйске стартуют обменные гастроли. На сцене драмтеатра имени Дунина Марцинкевича встретятся старые добрые друзья, коллеги по творческим театральным цехам. В гастрольной афише Брянского тюза четыре постановки. Мы ждём приезда наших гостей, не просто гостей, наших коллег, наших друзей. Нас связывает многолетняя такая верная, плодотворная дружба и обменные гастроли ежегодные. В этом году мы ждём их 4 и 5 октября. Они привезут нам два вечерних спектакля и две сказки. Поэтому я всех приглашаю, очень интересные спектакли. Для любителей классики это «Мёртвые души». Для любителей лёгкого комедийного жанра это «Знакомство по объявлению». Для детей это тоже сказочки, которые приближены к классике, знакомые имена и персонажи. Это «Приключения Ивана Стрельца» и «Финистый ясный сокол». К слову, работу российских артистов бобруйский зритель всегда воспринимал с восторгом. Билеты в кассе и на официальном сайте. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»